Всем привет, с вами Егор Иерушин. Я не сомневаюсь в том, что большая часть вас, моей публики, людей, которые подписаны на меня на ютубе, это люди, которые пришли на мой канал благодаря моей связи с Костей Прикрашевым, с человеком, который очень сильно помогал мне в том, чтобы, ну, каким-то образом пропиарить меня на ютубе, за что ему, конечно, большое спасибо. Однако недавно в наших отношениях произошел раскол. Я не уверен, в чем причина этого раскола, но у меня есть две небольшие теории. Первая, это то, что когда я согласился записать фит для песни его группы Royal Fame, я был занят, и я просто не мог записать его быстрее, чем в определенное время. А Костя очень сильно нервничал, потому что, ну, он, судя по всему, куда-то спешил, и он думал, что если он, блин, не выпустит песню завтра, песня, которая, между прочим, до сих пор не вышла, он, блин, не выпустит ее никогда, или я хуй знаю. Вторая теория, которая у меня есть, она насчет того, что ему просто не понравилось то, что мне не понравилось его шоу «Музыканты оценивают», в котором нет музыкантов, в котором есть какие-то его друзья. Почему он не написал «Мои друзья оценивают»? Второе, это то, что эти музыканты говорят, это же просто кромешный ад и пиздец. Именно поэтому я сказал, что мне это шоу не понравилось, и я написал об этом на стене и в Твиттере. В общем, к чему эти две вещи привели? Костя, он меня забанил, то есть он кинул меня в блэк-лист. А также, когда я получил страйк, и вот это самое гнусное, когда я получил страйк от Warner Music Group, он никак не помог мне. Хотя он мог помочь мне очень сильно популяризацией этого видео и вообще советом. Но просто из-за своей детской обидки он оставил меня буквально, ну, на произвол судьбы. И вот это то, что задело меня очень сильно. И это именно то, почему я хочу вызвать его на слово «баттл» в Москве. Конечно, вы можете сказать, как ты несправедливый, Егор, потому что ты слушаешь рэп, ты связан с рэпом и так далее, и я согласен с вами. Окей, именно поэтому я, Костя, разрешаю читать не свой текст. Пусть тебе напишет, Костя, кто угодно, хоть там Ник Черников, про которого говорят, что он написал текст Хованскому, хоть там Галат, не обязательно говорить, кто это будет. Я ради тебя приеду в Москву, я приеду в Россию, в которой я не был три года, только для того, чтобы встретиться с тобой и высказать тебе все в лицо. Потому что последний человек, который забанил меня и который бросил меня в черный список, это был Денис Шафоростов, и это было по абсолютно такой же детской и глупой причине, как то, почему забанил меня ты. Можете сказать, да, но вот Костя, он так уверенно идет на 100 тысяч подписчиков, а у тебя, Егор, всего 7 тысяч там и так далее. Да, конечно, с Костей точки зрения проигнорировать мой вызов, возможно, считалось бы типа, ну, что мне там, это ноунейм, короче, я такой классный, у меня почти 100 тысяч подписчиков, но это если бы мы были незнакомы, если бы у нас не было примерно с десяток совместных видео, которые мы делали как для его канала, так и для моего. Именно поэтому, Костя, если ты не примешь мой вызов, ты покажешь себя в не самом лучшем свете перед своими же подписчиками, которые, я надеюсь, это видео увидят. В случае же, что, например, Костя каким-то образом не увидит это видео, несмотря на то, что он подписан на мой канал, я очень прошу вас скидывать ему это видео в комментарии, не знаю, в личку, может быть, ему пару раз скинуть этот видос. Не нужно спамить, не нужно додосить, но я хочу, чтобы он точно посмотрел этот ролик. И я жду его ответа. Я надеюсь, Костя, я очень надеюсь, что мы встретимся с тобой в любую дату на твой выбор на сцене слова «Москва». Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!